Псалом 51. Начальнику хора. Учение Давида. После того, как приходил Доик Идумеянин и донес Саулу, и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелиха, что хвалишься злодейством сильный, милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя, коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, и зринит тебя, и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся. Посмеются над ним и скажут. Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков, вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо перед святыми твоими. Псалом пятьдесят второй Начальнику хора на духовом орудии Учение Давида Сказал безумец в сердце своем, нет Бога! Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро! Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога! Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного! Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Тому боятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков, и возвеселится Израиль. Псалом пятьдесят третий Начальнику хора на струнных орудиях Учение Давида Когда пришли из Ефеи и сказали Саулу Не у нас ли скрывается Давид? Боже, именем Твоим спаси меня И силою Твоею суди меня Боже, услышь молитву мою Внемли словам уст моих Ибо чужие восстали на меня И сильные ищут души моей Они не имеют Бога пред собою Вот, Бог, помощник мой Господь подкрепляет душу мою Он воздаст за зло врагам моим Истинную Твоею истреби их Я усердно принесу Тебе жертву Прославлю имя Твое, Господи Ибо оно благо Ибо Ты избавил меня от всех бед И на врагов моих Смотрело око мое Псалом пятьдесят четвертый Начальнику хора На струнных орудиях Учение Давида Услышь, Боже, молитву мою И не скрывайся от моления моего Внемли мне и услышь меня Я стенаю в горести моей И смущаюсь от голоса врага От притеснения нечестивого Ибо они взводят на меня беззаконие И в гневе враждуют против меня Сердце мое трепещет во мне И смертные ужасы напали на меня Страх и трепет нашел на меня И ужас обиял меня И я сказал Кто дал бы мне крылья, как у голубя Я улетел бы и успокоился бы Далеко удалился бы я И оставался бы в пустыне Поспешил бы укрыться от вихря, от бури Расстрой, Господи И раздели языки их Ибо я вижу насилие и распри в городе Днем и ночью ходят они Кругом по стенам его Злодеяния и бедствия Посреди его Посреди его Пагуба Обманы коварства Нисходят с улиц его Ибо не враг Поносит меня Это я перенес бы Не ненавистник мой Величается надо мною От него я укрылся бы Но ты Который был для меня То же, что я Друг мой и близкий мой С которым мы разделяли Искренние беседы И ходили вместе в дом Божий Да найдет на них смерть Да сойдут они живыми в ад Ибо злодейство в жилищах их Посреди их Я же воззову к Богу И Господь спасет меня Вечером и утром и в полдень Буду умолять и вопиять И он услышит голос мой Избавит в мире душу мою От восстающих на меня Ибо их много у меня Услышит Бог И смирит их От века живущий Потому что нет в них перемены Они не боятся Бога Простерли руки свои На тех, которые с ними в мире Нарушили союз свой Уста их мягче масло А в сердце их вражда Слова их нежнее и елея Но они суть Обнаженные мечи Возложи на Господа Заботы твои И он поддержит тебя Никогда не даст он Поколебаться праведнику Ты, Боже Не заведешь их в ров погибели Кровожадные и коварные Не доживут и до половины Дней своих А я На тебя, Господи Уповаю Псалом 55 Начальник ухора О голубице, безмолвствующей В удалении Писание Давида Когда филистимляне Захватили его в Гефе Помилуй меня, Боже Ибо человек хочет поглотить меня Нападая всякий день Теснит меня Враги мои всякий день Ищут поглотить меня Ибо много восстающих на меня О Всевышний Когда я в страхе На тебя я уповаю В Боге восхвалю я Слово его На Бога уповаю Не боюсь Что сделает мне плоть Всякий день Извращают слова мои Все помышления Их обо мне На зло Собираются Притаиваются Наблюдают за моими Питами Чтобы уловить душу мою Неужели они Избегнут воздаяния За неправду свою Во гневе Не зложи Боже Народы У тебя исчислены Мои скитания Положи слезы мои В сосуд у тебя Не в книге ли они Твоей Враги мои Обращаются назад Когда я взываю К тебе Из этого я узнаю Что Бог за меня В Боге Восхвалю я Слово его В Господе Восхвалю Слово его На Бога Уповаю Не боюсь Что сделает мне Человек На мне Божие Обеты Тебе Тебе Восхвалю Тебе воздам Хвалы Ибо ты Избавил Душу мою От смерти Да и ноги мои От преткновения Чтобы я ходил Пред лицем Божиим Во свете живых Притчи Глава 11 Неверные весы Мерзость Пред Господом Но правильный вес Угоден ему Придет гордость Придет и посрамление Но со смиренными Мудрость Праведник Умирая Оставляет сожаление Но внезапно И радостно Бывает погибель Нечестивых Непорочность Примодушных Будет Руководить их А лукавство Коварных Погубит их Не поможет Богатство В день гнева Правда же Спасет от смерти Правда Непорочного Уравнивает Путь его А нечестивый Падет от Нечестия Своего Правда Примодушных Спасет их А беззаконники Будут уловлены Беззаконием Своим Со смертью Человека Нечестивого Исчезает Надежда И ожидания Беззаконных Погибает Праведник Спасается От беды А вместо него Попадает в нее Нечестивый Устами Лицемер Губит ближнего Своего Но праведники Прозорливостью Спасаются При благоденствии Праведников Веселится Город И при погибели Нечестивых Бывает Торжество Благословением Праведных Возвышается Город А устами Нечестивых Разрушается Скуда умный Высказывает Презрение К ближнему Своему Но разумный Человек Молчит Кто ходит Переносчиком Тот открывает Тайну Но верный Человек Таит Дело При недостатке Попечения Падает Народ А при многих Советниках Благоденствует Зло Причиняет Себе Кто Ручается За постороннего А кто Ненавидит Ручательство Тот Безопасен Благонравная Жена Приобретает Славу Мужу А жена Ненавидящая Правду Есть Верх Бесчестия Ленивцы Бывают Скудны А трудолюбивые Приобретают Богатство Человек Милосердый Благотворит Душе Своей А жестокосердый Разрушает Плоть Свою Нечестивый Делает Дело Ненадежное А сеющему Правду Награда Верная Праведность Ведет К жизни А стремящийся К злу Стремится К смерти Своей Мерзость Перед Господом Коварная Сердцем Но благоугодны Ему Непорочные В пути Можно Поручиться Что порочный Не останется Ненаказанным Всеми же Праведных Спасется Что золотое Кольцо В носу У свиньи То женщина Красивая И Безрассудная Желание Праведных Есть одно Добро Ожидание Нечестивых Гнев Иной Сыплет Щедро И ему Еще Прибавляется А другой Сверхмеры Бережлив И однако же беднеет Благотворительная Душа Будет Насыщена И кто Напояет Других Тот и Сам Напоен Будет Кто Удерживает У себя Хлеб Того Клянет Народ А на голове Продающего Благословения Кто Стремится К добру Тот Ищет Благоволение А кто Ищет Зла К тому Оно И приходит Надеющийся На богатство Своё Упадет А Праведники Как Лист Будут Зеленеть Расстроивающий Дом Свой Получит В удел Ветер И Глупый Будет Рабом Мудрого Сердцем Плод Праведника Древа Жизни И Мудрый Привлекает Души Так Праведнику Воздаётся На земле Тем Паче Нечестивому И Грешнику Продолжение следует